Тема видео лекции «Гигиена труда» подготовила преподаватель общегигиена Байбека Бахеткабдошевна, Высший медицинский колледж города Алматы. Сегодня на лекции мы будем рассматривать цели и задачи гигиена труда, основные вредные производственные факторы, профессиональные заболевания и профилактику профессиональных заболеваний. Гигиена труда – это профилактическая наука, которая изучает влияние вредно-производственных факторов на здоровье работающих, стилю профилактики профессиональных заболеваний. По своему происхождению вредные производственные факторы делятся на химические, физические, биологические, психофизиологические и производственные травматизмы. Вредным физическим факторам относятся шум, вибрации, излучения, освещение, микроклимат, радиация. И оно нормируется таким понятием, как предельно-допустимый уровень. К химическим факторам относятся это пыль, производственные яды и нормируется таким понятием, как предельно-допустимая концентрация. Цель гигиена труда, мы говорили, это профилактика профессиональных заболеваний. И оно реализуется через производственную санитарию. Производственная санитария – это система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих воздействие вредных факторов на организм, работающих. И оно реализуется через такие мероприятия, как обеспечение санитарно-гигиенических требований воздуха рабочей зоны, обеспечение параметров микроклимата на рабочем месте, защита от ионизирующих наручений и электромагнитных полей, защита от шума и вибрации, и обеспечение нормативной, естественной, искусственной освещенности. Вредный производственный фактор вызывает специфические заболевания, профессиональные заболевания. Пыль вызывает пневмоганиозы, шум вызывает профессиональную тугоухость, вибрация – вибрационную болезнь, производственные яды вызывают отравление, острое и хроническое. Пыль относится к химическим факторам, и оно по своему происхождению делится на органическую, неорганическую и смешанную. По способу образования она делится на аэрозоли дезинтеграции и аэрозоли конденсации. По размеру пыль делится. Большая пыль, размер которой больше, чем 0,01 мм. Средняя пыль – размер от 0,01 до 0,1 мкм. И мелкая пыль – это размеры которых меньше, чем 0,1 мкм. Агрессивным считается мелкая пыль. Действие пыли на организм работающего зависит, во-первых, от концентрации его в воздухе рабочей зоны, и она колеблется от 0,01 до 10 мг на мкм. Во-вторых, от химического состава. При оценке химического состава определяет по концентрации оксида кремии. Чем она выше, чем она токсичнее. Далее, зависит от дисперсности. Мелкодисперсная пыль считается более агрессивной. И, конечно, она зависит от формы пылевой частицы. Пыль, имеющую неправильную форму, острую и угловатую форму, считается более агрессивной. Действие пыли на организм работающего вызывает на легкие и вызывает пневмофиброз. Пневмоканиозы относятся к профессиональным заболеваниям и в зависимости от содержания пыли различают силикоз от пыли с содержанием диоксида кремии, силикоантропоз, если в пыли содержится оксид кремия плюс угольная пыль, сидироз, если в пыли содержится у нас пыль железа, силикатозы, если у нас в пыли содержится цемент и алюминос, где содержится пыль алюминия. Следующим профессиональным фактором является производственная яда. Производственные яды по химическому строению делятся на органическую, неорганическую, элементарно-органическую. По степени опасности вещества чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные. По степени токсичности чрезвычайно токсичные, высоко токсичные, умеренно токсичные, малотоксичные. Химический фактор нормируется таким понятием, как предельная допустимая концентрация. Предельная допустимая концентрация считается максимально допустимой концентрацией в воздухе рабочей зоны, которая при работе в течение 8 часов не влияет на организм человека, не снижает работоспособность. И в зависимости от класса опасности различает чрезвычайно опасность предельная допустимая концентрация до 0,1 мг на метр куб. Высокоопасная ПДК у нас от 0,1 до 1 мг на метр куб. Умеренно опасная предельная допустимая концентрация от 1 до 10 мг на метр куб. Малоопасная предельная допустимая концентрация больше 10 мг на метр куб. Действия ядов на организм человека могут быть общетоксическое действие, раздражающее действие, сенсибилизирующее действие, канцерогенное действие, мутагенное действие и на репродуктивную функцию организма человека. Следующим профессиональным заболеванием он считается вибрационной болезнью – это результат воздействия вибраций на организм человека, различая локальную общую вибрацию. И нормирование при локальной вибрации – это у нас 8-16 Гц, и при общей вибрации частота от 16 до 30 Гц. Воздействие локальной вибрации на организм работающего различает три степени. Первая степень – это изменение сосудистонервного пучка. Вторая степень – это более выраженные изменения сосудистонервного пучка с изменением цвета и чувствительности кожи, куда передается вибрация. И третья степень – более обширная невропатия с изменением функций органа. Следующий фактор, влияющий на организм работающего – это микроклимат. Микроклимат представляет собой температуру, влажность и подвижность воздуха. Нормирование микроклимата зависит от категории работ, различает легкую, среднюю, тяжесть и тяжелую, от периода года – это теплый или холодный период, и от тепловой характеристики помещения и тепловой характеристики технологии. Приборы, оценивающие микроклимат, к ним относятся – это термометры, психрометры, анимометры и метеометры. Для обеспечения нормального микроклимата используют вентиляцию, кондиционирование и отопление. Профилактику профессиональных заболеваний проводят системы таких мероприятий, как Организация и проведение медицинских осмотров, различая предварительную и текущую. Второе мероприятие – это ношение спецодежды, таких как выбрать гросящие луковицы, обувь, респираторы. Третье – это организация и проведение профилактического питания, таких как выдача молока, молочнокислых продукций. Следующее мероприятие – это соблюдение санитарных условий труда и, конечно, соблюдение техники безопасности. Мы прослушали видео лекцию «Подвигение труда» и просим ответить на такие вопросы. Понятие микроклимат, параметры микроклимата, болевая патология легких, виды пневмогонезов, вибрационная болезнь, нормирование при локальной и общей вибрации и система мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний. Спасибо за внимание.